Привет, друзья! Меня зовут Денис Борисов, вы находитесь на канале fit4life.ru И сейчас мы будем рассматривать культуристическую форму выполнения такого важнейшего упражнения для тренировки ваших грудных мышц, как наклонный жим гантелей лёжа. Чем это упражнение отличается от наклонного жима штанги лёжа? Ну, прежде всего, тем, что у нас нету посередине грифа. В этом есть плюсы, в этом есть минусы. Какие плюсы? Плюс главный заключается в том, что гриф там не мешает опустить снаряд существенно ниже, чем обычно. То есть, раз мы можем опустить снаряд ниже, чем обычно, соответственно, у нас, во-первых, увеличивается амплитуда, а во-вторых, у нас увеличивается качество растяжки наших грудных мышц. Для роста мышечной массы это очень хорошо. Это преимущество. Какой же недостаток? Недостаток заключается в том, что упражнение, раз увеличилась работа, оно стало для нас более сложным. Поэтому вы никогда не сможете суммарно пожать вес гантелей таким, какую вы жмёте штангу. Вы всегда будете чуть-чуть слабее, чем в жиме штанги. Ведь у вас для того, чтобы стабилизировать движение гантелей по всем векторам, у вас вынуждено работать большее количество мышц. Соответственно, в некотором смысле это упражнение даже более базовое. И я бы его в первую очередь рекомендовал делать людям даже вместо жима штанги под наклоном вверх головой, если бы это упражнение позволяло так же легко увеличивать рабочий вес наряда. Дело в том, что когда вы жмёте штангу, когда вы делаете жим штанги под небольшим наклоном, у вас есть возможность использовать очень маленькие блинчики. Соответственно, вы можете добавлять там по 0,5 килограмма, по 1 килограмму. В гантельном ряду, как правило, нету таких возможностей, особенно когда речь идёт о очень тяжёлых гантелях. Там, допустим, если в зале есть 50 килограмм, то следующая гантеля будет, скорее всего, 55 килограмм. А в данном упражнении шаг в 5 килограмм, ну это очень много, очень сложно пожать. И, по большому счёту, это единственный существенный недостаток, в котором проигрывает жим гантели против жима штанги. Все остальные параметры дают этому упражнению только одни преимущества. Потому что мышца работает больше, растяжка больше, мышечный контроль больше, ну и, соответственно, и приросты мышечной массы могут быть больше. Какие есть нюансы? Очень важный нюанс по поводу техники. Во всех упражнениях, в которых вы жмёте гантели, важно эти гантели не закидывать вверх с помощью силы своих бицепсов и передних дель, а закидывать с помощью крупных мышечных групп, то есть с помощью ваших ног. В первую очередь вы должны поставить гантели на колени, и только потом, когда вы отбрасываетесь всем корпусом, помочь своими ногами забросить гантели вверх. Вот вы отбросили, закинули вес. Вот наша начальная точка. Небольшой наклон вверх головой распределяет равномерно нагрузку по всем грудным мышцам. То есть, когда мы делаем наклон горизонтальный, когда у нас нет наклона, то преимущественно жим выполняют нижние отделы грудных. Если мы используем наклон 30 градусов вверх головой, то при такой форме выполнения упражнения нагрузка распределяется равномерно. Поэтому небольшой наклон вверх головой лучше, чем горизонт. Вот мы легли. Я рекомендую поднимать ноги вверх, для того, чтобы у нас отсутствовал мост. Когда у нас нет моста, это фокусирует нагрузку еще больше на ваши грудные. Потому что вы не можете помогать своим грудным трицепсами, не можете выполнять нагрузку только за счет нижних отделов сильных. У вас нагрузка распределяется равномерно. Так, вот в нижней точке вы растянули. Что у нас происходит дальше? Дальше вы выполняете выдох и поднимаете гантели вверх. Обратите внимание, в верхней точке мои локти до конца не распрямляются. Нет вот этого движения. То есть я останавливаюсь чуть-чуть, не доходя до самого верха. Для чего? Правильно, для того, чтобы у меня не включались в работу трицепсы. Меньше работает трицепс, значит больше работают грудные. Это упражнение. Оно для тренировки грудных мышц, а не трицепсов. Поэтому до конца мы не разгибаем руки в локсевом суставе. Выдох. Обратите внимание на траекторию. У нас елочка такая, треугольник получается. В нижней точке гантели находятся существенно дальше друг от друга, чем в верхней точке. В верхней точке они как бы хотят поцеловаться друг с другом. Они приближаются. Для чего? Для того, чтобы больше работала приводящая функция наших грудных. Основные правила такие же, как и во всех остальных жимах. То есть мы поднимаем ноги вверх. То есть мы наполняем грудную клетку кислородом. Для того, чтобы она у нас раскрылась. Для того, чтобы она растянула грудную мышцу по своей поверхности. И соответственно грудная мышца лучше сокращается. В нижней точке растягивания. В верхней точке сокращения. Темп движения очень медленный, плавный, без рывков. Поднимаем мы чуть быстрее, чем опускаем. Растянули. Напрягли верхние точки. Медленно, медленно, медленно. Растянули. Напрягли. Обратите внимание, в верхней точке и в нижней точке у меня пару секунд паузы. Растянули. Напрягли. Растянули. Напрягли. Выдох на усилие. По поводу хватов. Те же самые истории, что я рассказывал про горизонтальный жим. Мы можем во время жимов гантелей разворачивать руку как в сторону большого пальца, так и в сторону мизинца. Соответственно, когда мы разворачиваем в сторону большого пальца, это называется супинация. Когда в сторону мизинца, это называется пронация кисти. Когда мы выполняем эти движения, грудные работают больше. Особенно больше грудные работают, когда вы выполняете пронацию. То есть, когда вы не просто жмете, а когда у вас еще разворачивается рука в сторону большого пальца. Соответственно, грудным приходится больше сокращаться. Используется еще одна дополнительная функция сокращения наших грудных. Поэтому лично моя точка зрения на выполнение данного упражнения, что в приоритете именно пронация, а не супинация. Многие профессионалы как бы не согласятся, потому что многие профессионалы наоборот делают супинацию. Я после того, как изучил ряд анатомических атласов, пришел к выводу, что все-таки пронация эффективнее в этом плане. Но дабы не доказывать никому, что я дурак или наоборот, что я все знаю и прав, я рекомендую вам лично попробовать и убедиться, что вам больше нравится. Просто ложитесь, закидывайте гантели вверх, а дальше пробуйте различные варианты. У нас, по большому счету, вам нужно попробовать три варианта. Вот это классический вариант, когда в нижней точке и верхней точке гантели у вас находятся на одной линии. Что рекомендуют очень многие профессионалы? Очень многие профессионалы рекомендуют стартовать с той же самой позиции, но в верхней точке заканчивают движение, когда гантели параллельны друг другу. То есть, вот нижняя точка, а в верхней точке происходит супинация небольшая. Это второй вариант, который вам стоит попробовать. Третий вариант мой, который я рекомендую вам пробовать. Я рекомендую вам в нижней точке использовать параллельный хват, а в верхней точке, наоборот, выводить на одну линию. Вот это движение. При таком развороте происходит пронация. Именно пронация кисти во время жима и включает дополнительную функцию сокращения ваших грудных. Но обратите внимание, что тут не важно сам момент разворота гантели. Более важно, где находятся ваши локти. То есть, на старте локти находятся в одной позиции. Когда же вы пронируете вашу руку, локти выводятся немножко ближе к вашим ушам. Понимаете? Соответственно, именно это включает в работу вашу грудную. Как бы там ни было, еще раз попробуйте, убедитесь, какая форма выполнения жима гантелей на наклонной скамье лучше всего для вас подходит. На мой взгляд, для базового набора хорошей мышечной массы ваших грудных мышц есть два самых эффективных упражнения. Первое, жим штанги на наклонной скамье. И второе, не менее важное упражнение, это жим гантелей на наклонной скамье. В общем, это жим гантелей на наклонной скамье, детка. Вперед! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok